Всем привет! С вами снова Азат. Вы находитесь на канале Автосправочная. Я напомню, что еще в начале текущего года, в январе 2024 года, МВД России подготовила проект поправок, согласно которым предлагалось существенно ужесточить наказание для водителей за нарушение по автомобильным госномерам. Законодательная инициатива обусловлена повышенной степенью общественной опасности таких противоправных деяний, поскольку это затрудняет либо полностью исключает возможность идентификации принадлежности транспортного средства, препятствует выявлению и фиксации иных правонарушений, в том числе системами фото-видеофиксации, создает предпосылки к несоблюдению правил дорожного движения, что в свою очередь повышает риск возникновения ДТП, считают авторы поправок. В первую очередь данные поправки создавались для тех нарушителей, которые преднамеренно используют различные устройства, которые позволяют скрыть госномер, либо затруднить его идентификацию. Это различные рамки перевертыши, наклонные рамки и все прочее. Дело в том, что на сегодняшний день за применение устройств или материалов, которые позволяют скрыть, либо видоизменить госномер, согласно части 2 ст. 12.2 КОАП РФ предусмотрено альтернативное наказание, либо штраф 5000 рублей, либо лишение прав от 1 до 3 месяцев. Так вот, согласно этим поправкам, применение устройств, позволяющих скрыть госномер, из этого пункта было выведено в отдельный состав правонарушения. Соответственно, теперь за применение таких устройств, которые позволяют скрыть или видоизменить госномер, грозит существенно более строгое наказание. Это безальтернативное лишение водительских прав, причем сроком от 1 года до 1,5. Также поправкам предусмотрено, что при выявлении такие устройства будут конфисковываться и уничтожаться. Но и это еще не все. За оставшиеся нарушения по части 2 ст. 12.2 КОАП РФ, если они будут выявлены повторно, будет грозить точно такое же наказание в виде лишения прав от 1 года до 1,5. Таким образом, стать пешеходом до 1,5 лет можно будет за следующие повторные нарушения. Езда без госномеров, езда с госномером, который установлен не на предусмотренном для этого месте, езда с видоизмененными госномерами, к примеру, стерт или дорисован символ, езда с госномерами, оборудованными материалами, которые позволяют скрыть, видоизменить их или помешать идентификации. То есть, если номера специально замазаны грязью, залеплены снегом, прикрыты тряпкой или листком, заклеены различными отсвечивающими нано-пленками и другими материалами. То есть, если за любое из перечисленных нарушений за первый факт еще можно будет получить штраф 5000 рублей либо лишение прав до 3 месяцев, за повторные будет грозить уже безальтернативное лишение прав от года до 1,5 лет. Поправки эти были поддержаны профильным комитетом Госдумы. Положительный отзыв выдало правительство и очень оперативно их рассмотрели и приняли. 10 июля законопроект был рассмотрен и одобрен в первом чтении. 1 октября 2024 года его депутаты поддержали сразу во втором и в третьем окончательном чтении Госдумы. 9 октября поправки поддержали в Совете Федерации. И уже сегодня данный федеральный закон уже утвердил, подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Примечательно, что в ходе подготовки документа ко второму чтению в него были внесены правки, согласно которым документ заработает сразу же с даты официальной публикации, подписанного президентом закона. То есть это ужесточение заработало уже с сегодняшнего дня. Под предыдущими видеороликами было множество комментариев на тему того, что теперь надо будет вообще там не выезжать на дороги, нужно будет каждые 5 метров останавливаться, протирать свой госномер и так далее. Но здесь я подчеркиваю, что речь идет о части 2 статьи 12.2 КОАП РФ. То есть если госномер стал нечитаемым из-за погодных условий, например, вы ехали в грязь, в слякоть, и он запачкался, пока вы ехали за фурой, например, либо в сильный снегопад его залепило снегом, то в таком случае применяется часть первой указанной статьи, которая предусматривает предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Кроме того, если устранить это нарушение на месте, то есть достать влажную салфетку или тряпку и протереть ее госномер, то можно вообще отделаться просто устным предупреждением и продолжить свой путь. Тем комментаторам, которые писали также многочисленные комментарии на тему того, что теперь можно подставить своего соседа, можно ему там открутить госномер или там заляпать его снегом, закрыть листком, чтобы он лишился прав, я напомню, что согласно действующим правилам дорожного движения водитель обязан перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное состояние своего транспортного средства. Поэтому наличие госномеров на автомобиле, а также их читаемость, лежит полностью на совести водителя. Тем водителям, которые соблюдают правила дорожного движения, я считаю, что им скрывать свои госномера нечего. Им бояться нечего ни камер, ни автоинспекторов, поэтому они и не применяют различные устройства и материалы, позволяющие скрыть госномер. А те водители, которые идут на различные ухищрения, пытаясь скрыть свой госномер, явно делают это не для того, чтобы соблюдать правила дорожного движения. Уже с сегодняшнего дня жизнь таких нарушителей станет гораздо ярче и интересней. А если вам предстоят крупные траты, такие как покупка сезонной резины, дорогостоящие техобслуживания, ремонт, покупка страховки, заказывайте себе кредитную карту платином от Т-Банка по ссылке в описании. Сейчас для новых клиентов действует выгодная акция. При заказе этой карты по моей ссылке вы, во-первых, получите вечное бесплатное обслуживание ее. Кроме того, если в первый месяц вы потратите от 10 тысяч рублей, 2 тысячи рублей вернется вам на счет. Подробности и ссылку я оставлю в описании. Вот такая вот информация. Надеюсь, видео было для вас полезным, интересным. Спасибо, что досмотрели его до конца. Что вы думаете по этому поводу, свои мнения, мы, как всегда, можете поделиться в комментариях. Чтобы не пропустить следующие видеоролики, не забудьте подписаться на этот канал, а также на другие площадки моего проекта в соцсетях. Ссылки, как всегда, будут в описании. Желаю всем безопасных дорог и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok